Тема про стандарт профессии, я считаю, более актуальна. И в связи с тем, что сегодня, если помните, на круглом столе мы обсуждали, что нет этой единой стандартной истории, и все вузы учат по-разному, и все работают по-разному, наверное, эту историю мы и завершим. И, к счастью, на нашем дизайнерском рынке появилась такая студия, которая взяла на себя ответственность вместе с коллегами, вместе с объединениями СМИ, вместе со всеми желающими, было достаточно много заседаний, этот самый стандарт разработать, и сейчас он принимается в Министерстве труда. Больше полутора лет или полтора года шла разработка, и сейчас вкратце о ней расскажем. Расскажет Станислав Орехов, я думаю, что из круглого стола уже кто-то его запомнил, если нет, то я его представлю. Станислав Орехов – дизайнер интерьеров. На данный момент Станислав руководит студией дизайна и школой дизайна, и в его студии достаточно много интересных, ярких и звучных объектов сделано, такие как Аэрофлот, Связной, Сбербанк, Москва-Сити. Кстати, про Москву-Сити отдельно, да, хотелось сказать. В ближайшее время вы сможете посетить как раз новый терминал, который был относительно недавно спроектирован студией Станислава Орехова в Москве-Сити. Частные объекты, и непосредственно в рамках школы дизайна уже много чего интересного сделано и выпущено. О стандарте профессии еще об одном достижении в этом прекрасном списке регалий, которые я назвала. А Станислав Орехов, давайте его поприветствуем. Спасибо большое. Моей сегодняшней задачей будет рассказать именно о стандарте профессии, что это такое, почему это важно, и как это поможет помочь именно вам, если вы ищете работу в дальнейшем, ну, либо если вы будете руководителем студии и будете набирать себе сотрудников. У нас сегодня две таких таблички. Естественно, все я проговорить не хочу и не успею. Я приглашаю вас в итоге, если тема вам будет интересна, принять участие в открытой дискуссии, скачать этот стандарт, все изучить, написать, пообщаться. Мы с удовольствием по этому поводу с каждым из вас также пообщаемся и применим комментарии. В чем суть, самая главная история? То есть у нас в студии дизайна мы работаем, стараемся работать системно и делать так, чтобы процессы, которые происходили, они были понятны. Понятны и руководителю, и сотрудникам, и клиенту. И когда мы стали разрабатывать эту тему, мы не хотели, мы работали в хаосе на самом деле, 24 часа в сутки, постоянно в каких-то нерботрепках, в каких-то проблемах с клиентами. И мы решили от этого уйти. Стали разрабатывать, как это сделать, придумали некую систему, которая работает в нашей студии. После того, как уже это все дело устаканилось, мы поняли, увидели случайно, что есть запрос собственного университета труда, что наша система очень замечательно ложится на те стандарты, которые и заказывает государство. У нас сейчас в стране профессия дизайнера не лицензируется, и по сути никаких лицензий, требований не нужно. То есть любая домохозяйка, прошедшая двухмесячные курсы, или даже просто скачавшая какие-то книжки в интернет и возомнившая себя дизайнером, может сказать, я дизайнер. И она будет права, потому что никак это не регламентируется. Точно так же встает вопрос о том, что у нас название дизайн среды. То есть это официальный документ, он уже устарел, а именно дизайн интерьера не учат, нет такой специализации. То есть если вы откроете официальные документы и будете смотреть специальность, вы такую не найдете. У каждого будет дизайн среды. Мы посчитали, что это не очень справедливо, что дизайн интерьера – это отдельная большая песня, отдельная большая отрасль, действительно со своими особенностями, и решили разбить все действия дизайнера на составляющие. Давайте посмотрим, для чего это нужно. То есть что такое стандарт профессии вообще? Это документ с описанием функций дизайнера интерьера государственного образца. То есть мы берем одного дизайнера и понимаем, что он делает вообще в процессе, начиная от общения с клиентом и заканчивая авторским надзором сдачей проекта, готового с комплектацией. И все это дело мы разбили на 10 профессий, на 10 составляющих. Я о них чуть-чуть попозже расскажу. Кому полезен? Полезен в первую очередь 4 категории, кому полезен. Новичкам, учебным заведениям, опытным дизайнерам и студиям и клиентам. Новичкам. Понятно, на кого учиться, потому что он отражает стандарт профессии в себе, знания, умения и навыки, которыми должен обладать специалист, для того, чтобы устроиться на работу. Отсылая кому-то резюме, ты понимаешь, я отсылаю резюме на должность визуализатора, чертежника, дизайнера, комплектатора, арт-директора. То есть кто ты будешь. И ты должен понимать, что у тебя в арсенале знаний и умений должны быть те навыки, которые прописаны в стандарте профессии. Здорово. Ты пригодился, потому что ты уже учился на этого специалиста, и можешь конкретно быть не собаке пятой ногой в компании, вот как сегодня рассказывали, что нужно учить этого специалиста, что он будет делать, а вполне конкретным элементом, который делать вполне конкретные действия. То есть быть полезным преподавателю. Поэтому новичкам критически важно. Более того, новички тоже должны понимать, на кого учиться, и что востребовано, и что нужно на самом деле студию, что нужно бизнесу. Это очень важно, чтобы сотрудники приходили подготовленными. Учебное заведение. Естественно, учебное заведение учат по этим программам, и мы точно так же учим по всем этим методикам, которые сами же пронумеровали, и на каждую есть тоже абсолютно готовый курс. Также это можем делать не только мы, но и любые другие учебные заведения, выпускать готовых специалистов. И опытным дизайнерам и студиям существует большая проблема. Вот точно так же, как молодые специалисты не могут резюме отослать, ну нормально, да, и быть услышанными, точно так же и студии не могут найти хороших специалистов. Это очень сложно. То есть вот для меня, когда я вижу тонных приходящих, непонятно каких-то странных резюме, да, неправильно оформленных, непонятно, что человек хочет со стандартными какими-то формулировками, непонятно, кого выбрать. И на самом деле устроиться на работу в компанию, в какую-то либо в студию, либо даже свой заказ взять, несложно, да, достаточно иметь хороший портфолио и хорошо о нем рассказать и показать. Но вот это не умеют люди делать, к сожалению. Они могут быть отличными специалистами, профессионалами там в творческом составляющей, но не умеющие себя подать. Это тоже нужно развивать. Это тоже составляющая дизайна. Поэтому учимся на определенную тему и опытные дизайнеры, когда будут расширяться, или студии смогут брать уже готовых специалистов. Ну и клиентам тоже очень часто в спорах с клиентом возникает вопрос, а должен ли дизайнер делать электрику или не должен? Должен он рассчитывать смету или не должен? И возникают вот эти вот споры, непонятные, ненужные. Стандарт тоже даст конкретное понимание, где границы ответственности дизайна, что он делать должен, какие знания у него должны быть и какие не должны быть, чтобы в спорах можно было на конкретный документ сослаться и сказать, я делаю вот это, вот пожалуйста. Проблема решит позиционирование дизайнера. Не все дизайнеры понимают, собственно, чем они отличаются. Все делают одно и то же. В основном, да, каждый внутри-то делает по-своему, но человеку это сложно объяснить. Хаос в голове, когда процесс непонятен, именно как идет последовательно процесс от начала до конца на дизайне. Проблема с командой, но это опытным студиям. И поверхностные знания вместо специализации. На этом хочу остановиться отдельно, потому что это очень важная часть. Она касается того, что дизайнер учат, он знает все обо всем. Кусочками там где-то нахватался, у него много знаний, но, к сожалению, мало опыта. И опять же, на стажировку тоже очень сложно устроиться, просто в силу того, что непонятно, чем ты будешь полезен. Когда ты учишься какой-то определенной теме, но учишься ее досконально, глубоко. К примеру, это могут быть чертежи, это могут быть эскизы, это может быть визуализация, это может быть планировки. Что-то ты знаешь. Ты приходишь и говоришь, ребят, я буду по вашим чертежам рисовать визуализации. Мне нужно столько-то денег. И я буду рисовать вот такого качества, каждую картинку я рисую за 2 дня. И это очень классно, потому что приходит человек не проситься на работу, возьмите меня на стажировку, приходит готовый профессионал, с ним уже можно разговаривать, с ним можно вести диалог, это очень круто. Далее, устроившись в компании в какую-то, ты можешь, ты же находишься в среде, ты либо менеджер, либо дизайнер, либо визуализатор, и ты уже ищешь свой путь, кем ты будешь дальше, какие навыки тебе нужно получить дополнительно, для того, чтобы стать ведущим дизайнером. А кто такой ведущий дизайнер? Ведущий дизайнер, это человек, который умеет делать дизайн, творческую составляющую, плюс дополнительно, он умеет общаться с клиентом, считать деньги, договора и так далее. То есть, ты понимаешь, какие тебе нужно знания и умения получить, либо учаясь в учебном заведении, либо ходя на курсы какие-то, либо слушая своих старших коллег, ты можешь понять, что тебе не хватает. И раз, через один, два, три проекта, через полгода, через год, бывший визуализатор, который пришел в компанию и туда проник, за счет того, что он умеет что-то делать, или чертежник, или дизайнер, становится ведущим специалистом. Компания, вы видите ли, не дураки, они всегда видят инициативных ребят и их поощряют. Всегда классно. Мечта любого руководителя, какая? Ничего не делать, чтобы люди работали и получать деньги. Соответственно, те активности, которые происходят внутри студии, внутри самих сотрудников, они всячески поощряются. Просто это закон выживания. Те, кто готов брать ответственность, ты им даешь эту ответственность, и они, не ошибаясь, ведут корабль вперед. Это базовые вещи. Поэтому руководители это быстро соображают насчет этого и инициативно всех продвигают. Не нужно каких-то вообще спец, не знаю, спец каких-то возможностей, спецспособностей, еще чего-то. Нужно просто тупо быть нормальным, компетентным специалистом, инициативным и делать свое дело. Это вот достаточно. Если вас там не повышают в компании, если вы нормально считаете себя тоже нормальным, то можно спросить, что мне нужно сделать. Если руководитель уклоняется, то надо искать другую компанию, где рост возможен. Базовые вещи, но они здесь тоже. Важные. Итак, разделы. Что включает в себя стандарт-профессии? Там описано подробно должности, 10 должностей, сейчас я о нем поговорю тоже чуть попозже, уровень квалификации. Уровень квалификации, это не мы придумали, это в государстве требуется там, третий или пятый уровень, это человек, который не принимает решения, там, седьмой, это человек, который принимает решения и решает сложные вопросы. Ну, вот условно говоря так. Седьмого уровня человек имеет высшее образование, плюс курсы квалификации, повышения, третьего или четвертого уровня, у него просто выпускник школы, плюс профессиональные какие-то курсы. Соответственно, мы понимаем, что для того, чтобы быть арт-директором либо ведущим дизайном, нужно высшее образование плюс профильные курсы. Уже понимаем, куда идти. Для того, чтобы быть чертежником либо обмерщиком, это достаточно колледжа, ну, или минимальный уровень. Это прописано уже, не нужно выдумывать. Открываешь карту и смотришь свою карту развития себя лично, куда тебе именно идти. Корень квалификации там указан. Обобщенная трудовая функция и трудовая функция. Это вещи, которые описывают, что ты именно должен делать. Чертежник делает чертеж, обмерщик делает обмер и фотофиксацию, ведущий дизайнер отвечает за проект, плюс общается с клиентом, арт-директор отвечает за качество, реквейт отвечает за финансовые потоки, за философию. То есть есть базовые вещи у каждого из специалистов по несколько основных трудовых действий. Они тоже прописаны. И для того, чтобы понять вообще всю эту систему, что, какую должность мы для себя будем выполнять в работе, мы можем открыть просто документы и по сути посмотреть. Возникает вопрос, да, это для крупных студий, наверное, актуально, а для начинающих не сильно. Не совсем так, потому что кто такой дизайнер, что он делает? Никто не делает вообще от начала до конца все. Ну, вернее, многие пытаются это делать, но чаще всего дизайнеры в зависимости в реальной практике, в зависимости от своей, от своего внутреннего состояния, от личных предпочтений, они выбирают тот или иной путь. Кто-то рисует картинки и говорит, что вот надо рисовать картинки в визуализации и потом подбирать мебель по уже готовому, по месту, по живому. Кто-то картинки в визуализации вообще отказывается и не делает, говорит, мы поедем в магазины, будем выбирать на месте плитку, мебель, а потом это все в коллажах соединять. Кто-то нанимает себе сотрудников и сам только общается с клиентом, создавая концепцию. Кто-то организует студию, кто-то только черзит. У каждого путь дизайнера свой, у каждого из вас, у меня, у всех это свое. Чтобы это найти свое, чтобы найти свои сильные стороны. Что нас зажигает в этой профессии, что является ключом к тому, почему мы сюда пришли, не только же ради денег, не сорвать куш, это уже другие профессии какие-то есть, банк идти или еще куда-то. Это творчество, это желание творить и работать. Но в этом всем ты разбираешься, когда ты понимаешь, какие есть вообще специализации, ты развиваешь в себе активные, важные вещи для тебя, а неважные, ну для тебя или рутинные, ты отдаешь как раз-таки начинающим специалистам. Так опытный дизайнер становится постепенно студией. И это очень классный эволюционный путь. То есть человек вроде был, он все делал, потом он отдает кому-то делать визуализацию, завтра он отдает делать чертежи, остается у него что? Придумывание концепции, общение с клиентом и общение с поставщиками-смежниками. Надоело ему по магазинам ездить? Он взял себе помощника комплектатора, комплектатор ездит по магазинам и сдает ведущему дизайнеру готовые материалы для выбора и анализа. В итоге ведущий дизайнер становится таким продюсером, главным. Он смотрит, что все классно, все отлично. В какой-то момент он понимает, что у него знаний, навыков не хватает. Он обращается к арт-директору, более опытному человеку и выходит на новый виток своего развития. Так продолжается дальше. В общем, вот эта вся штука, она возможна, именно рост, постоянно расти и развиваться, возможно, когда понимаешь вот эти все соединения. Ну, знания и умения, они тоже у нас прописаны. По каждой должности есть то, что ты должен знать, то, что ты должен уметь. Профессии. Вот номер пять. Давайте о них немножечко поговорим. Десять профессий всего. Первая пятерка – это именно исполнители, кто делает конкретный результат и сдает его по шаблону. И вторая пятерка – это руководители. Они умеют делать тот результат, который делают вот эти первые, но они не должны это делать, они в основном управляют. Итак, в первой пятерке у нас обмерщик делает обмер, дизайнер делает планировку, подбирает мебель, материалы и делает дизайн геометрический, цвета подбирает, композиции, в общем, все, что касается конкретно дизайна. Далее, визуализатор – это все помогает визуализировать, получает красивую картинку, ну, либо, если это не в 3D, то человек, который рисует руками. Чертежник, который все это дело чертит в автокаде, в архикаде, неважно, чертежи нужно выдать настройку. И декоратор. Декоратор – дополнительная функция, которая позволяет уже, она может не входить в стандартный пакет работы, да, но когда вы приходите и вас клиент просит поставить финальные штрихи, арт-объекты подобрать или картину, картина – это тоже бывает, и он здесь тоже у нас уже на финальном штрихе участвует, шторы подбирает. Может ли это все делать один человек? Конечно, да. Вас и нас всему этому учат, как раз таки. Мы, как дизайнер, можем и должны все это дело уметь делать, полностью, от начала до конца, знаем, как это происходит. Но в жизни, как только нам что-то не нравится, допустим, кто-то не любит обмеры делать, кто-то не любит чертежи, кто-то визуализацию не любит, кто-то что-то еще не любит делать, он нанимает себе помощника на это дело и сам становится ведущим, а это дело потихонечку убирает. Теперь давайте посмотрим управление. Что так или иначе делает в любом случае дизайнер? Ведущий дизайнер отвечает за общение с клиентом и согласование работы итоговой, чтобы все элементы, вот те предыдущие были между собой соединены. Если мы говорим об одном человеке, то вот те функции, которые пятерка первых, она заключается в ведущем дизайнере, плюс у него получается опция работы с клиентом. Менеджер отвечает за административные задачи, договор, платежи, проверка сроков, регламентов, выезды и так далее. Это административная работа. Можем ли мы ее не делать как дизайнер? Не можем. У нас проект сгорит, то есть мы будем должны клиенту, клиент на суд подаст, потому что скорее всего, когда будем увлекаться творчеством, мы забудем о составляющей бюрократической. И клиент может этим воспользоваться. И такое бывает, надо себя обезопасить. Должны ли мы этим заниматься сами? Не обязательно. Мы можем взять себе помощника, мальчика, девочку или наоборот, кого-то более опытного, более продвинутого и полностью передать эту часть на этого помощника, а самому заниматься творчеством, потому что за творчеством мы пришли. Это тоже возможно. То есть мы можем как разъединять, так и соединять в любой последовательности, как кубики. Это очень прикольно. Но чтобы это все соединять и разъединять, мы должны знать те элементы, из которых мы можем работать. И все это прописано в стандарте профессии. Дальше у нас идет комплектатор, арт-директор и руководитель. Комплектатор полностью работает на реализации для того, чтобы купить и сопроводить покупку, привести на объект вовремя те материалы, которые нужны. Руководитель отвечает за стратегию и за работу с... за найм людей. И арт-директор отвечает за качество, то есть он проверяет качество. Это тоже может быть соединено все в одном человеке. То есть вообще все эти 10 функций так или иначе соединены могут быть в одном человеке, просто в дизайне. Или разъединены, если это большая крупная студия с 20-30-50 человек. Это просто структура, которую можно собирать и разбирать. И все это прописано собственно в этом документе. Что не входит? Ни в коем случае в качество продукта мы не лезем, в творчество мы не лезем. Это уже каждый сам может понимать, какой у него критерий. Количество людей тоже не важно. Это может быть один или несколько человек. Сами можете привлекать или наоборот увольнять людей, если они будут не нужны, либо вы понимаете, что клиентов не так много и деньги нужны самому. Вообще это все возникает, когда идет избыток клиентов. То есть технологии, когда мы налаживаем так, что клиентов у нас очень много. Такое часто бывает, если вы делаете работу свою хорошо. У всех хороших дизайнеров клиентов больше, чем они могут сделать. Это закон. Нет ни одного хорошего дизайнера, у кого мало клиентов. Значит, скорее всего, что-то не то в дизайнере, если клиентов не хватает. И надо с этим работать обязательно. Как только клиентов становится больше, нужно нанимать. А нанимать – это слабая сторона такого дизайна. Помощь, стандарт профессии. Далее. Порядок принятия стандарта, собственно, как он происходит. Тоже это очень важная тема и почему я здесь тоже его рассказываю. Потому что нам очень важно, ну, ваше мнение, если вам тоже интересна вся эта тема. Я предлагаю вам скачать эту информацию. Мы вам можем прислать на почту, кому как будет удобно. Кто-то может ко мне лично обратиться, посмотреть. У меня есть отдельная страница, посвященная этому стандарту. Сам стандарт. Поизучать, задавать вопросы. То есть, должны пройти презентация, дебаты по этой теме. Дальше мы можем, сейчас еще мы можем внести корректировки. Учесть ваши вопросы. Покажите вашим руководителям. Сами посмотрите. Очень важно, чтобы внимательно сесть и посмотреть, изучить. Потому что, ну, это наша жизнь, мы поэтому и делаем, чтобы всем было удобно. И наша миссия, собственно, наша студия – не только делать проекты, не только зарабатывать деньги, не только с клиентами, общаться и выполнять, но и хотим что-то полезное сделать для нас, для нашей страны, для будущего поколения. Поэтому стандарт очень важная тема. Посмотрите ее внимательно и он вам точно пригодится. Будь вы. Я знаю, что из вас точно будут и не только дизайнеры, но и руководители студии, ну, либо продвинутые опытные дизайнеры, которые будут так или иначе нанимать фрилансеров. Если это делать, то это делать надо профессионально. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.